Сарихусор – одно из отдаленных, горных и очень живописных мест Таджикистана, которое находится в 200 километрах к юго-востоку от Душанбе, в Баджувонском районе Хатлонской области. В советское время из-за труднодоступности большая часть населения из этого региона была переселена в другие долины и районы. С распадом СССР люди вернулись в эти горные кишлаки к себе на родину. Дороги здесь настолько тяжелые, что некоторые люди годами не видели большую землю. Почти весь путь от административного центра Баджувонского района до Сарихусора проходит по руслу бурной реки Сурхоп, и пересечием могут только крепкие джипы и автомобили типа Урал или ГАЗ-66. Каждый год река Сурхоп, через которую проходит единственная дорога в ущелье Сарихусор, уносит жизни многих людей. На этом пути были уничтожены сотни тонн продовольствия и сотни голов скота. Из-за того, что сюда очень тяжело добраться, десятки людей умирают с Сарихусори от болезней, которую врачи в городе могут вылечить за считанные минуты. В советские времена сюда можно было добраться только двумя маршрутами. Самолетом, который позже отменили, или пешком через горы. В этом районе никогда не было автомобильной дороги. Отсутствие дорог в то время не особо беспокоило людей, потому что регулярно летали самолеты, и все необходимое доставлялось ими. Однако после распада Советского Союза аэропорт был закрыт. Это и заставило людей задуматься о дороге. Осталась только одна дорога – через бурную и глубоководную реку Сурхоп – опасную реку. Пока что люди вынуждены пользоваться этим опасным путем. Жители этого района с нетерпением ждут открытия современной дороги, строительство которой уже началось. Пассажирский транспорт, а это, как правило, грузовики, отправляются в Сарихусор с рынка в Бальдживомском районе. Сам рынок работает только по воскресеньям. Основными покупателями здесь являются жители ущелья. Также один раз в неделю по воскресеньям в это отдаленное горное ущелье выезжают грузовики, которые возят грузы и людей. Помимо 40 пассажиров, которые размещаются вместе с мешками муки, сахара, масла, рулонов тканей, досок и шифера, в одной машине перевозят еще коз, овец и кур. Летом путь от Бальдживона до Сарихусора с расстоянием в 40 километров занимает около 5-6 часов. Водители, ездящие в этот район, стараются не выезжать в одиночку, ведь в случае поломки или аварии, вторая машина в этих сложных условиях, когда в дороге больше никого не встретишь, может оказаться единственным шансом выжить. Переезжать через горную реку Сурхоп действительно опасно, особенно весной и осенью, когда уровень воды поднимается. 68-летний Салим Мавлонов, который большую часть жизни провел на этой дороге, рассказал, что весной 2019 года в селе Дошманди Сарихусора разбилась машина, в результате чего погибли 8 человек. Их тела были найдены, когда уровень реки упал. Тогда их выбросило на берег. В трудодоступном ущелье есть живописные места. Если бы была хорошая дорога, это место могло бы приносить хороший доход от туризма, однако сейчас сюда рискуют приезжать только любители экстрима. В ущелье Сарихусор расположено около десятка кишлаков. Каждый кишлак состоит из 4-8 хозяйств. Самое большое село – это Мулхони с более 20 домохозяйствами. Основной доход жители получают от выращивания картофеля и от трудовой миграции. Раньше занимались животноводством и выращивали зерновые культуры. Но из-за того, что на поля нападают дикие животные, вытаптывая урожай, люди перестали сеять пшеницу. Местные жители вынуждены были отказаться от разведения домашнего скота, который был одним из основных источников их существования. Большинство пастбищ распродали. Кроме того, дикие животные, особенно волки, нападают на скот. Поэтому разведение скота стало невозможным. Сейчас жители ущелья Сарихосор уезжают в трудовую миграцию. Это является основным источником доходов и поддержки семей в этих местах. Почти каждая третья семья имеет представителя в России. В предыдущие годы в этом ущелье не было больницы, и люди умирали от болезней почти каждый день. Сегодня в селе Мулканье есть центр здоровья и одна медсестра на всех. Больницы, в которой можно было бы полноценно лечиться, в этом регионе нет. Люди вынуждены ездить в центр Бальдживонского района. Нет и родильного дома или врача, специализирующегося на акушерстве. Большинство женщин пользуются услугами местных поветух, прожают дома. Еще несколько лет назад в районе Сарихосор было несколько вечерних школ, где учились дети. Сейчас в этом регионе построили одну 11-летнюю школу. Большинство детей этого региона учатся в ней. Одной из острых, нерешенных проблем в Сарихосоре остается вопрос с электричеством. Жители этих отдаленных горных деревень до сих пор освещают свои дома фонарями и керосиновыми лампами. Некоторые используют солнечные батареи. Жители построили небольшие гидроэлектростанции за свой счет, но их работа носит сезонный характер. Когда спадает вода в реках, жители страдают от отключения электроэнергии. Да и мощностей этих малых станций хватает только на освещение домов. Хотя власти говорят, что в планах есть строительство линий электропередачи до Джамуата Сарихосор стоимостью 14,5 миллионов долларов, местные жители все еще ждут централизованной подачи электричества и продолжают свою жизнь, наполненную тяжелым трудом и борьбой за выживание. Продолжение следует...